Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава первого послания к Коринфянам, портал экзегет. И здесь Павел продолжает тему, которую начал в прошлой главе. А именно, он там говорил о себе, о том, что он, как служитель Евангелия, хочет, чтобы ничто не препятствовало его проповеди, надеется получить таким образом награду. И объясняет, что он не бесцельно только разговаривает о Евангелии, но активно привлекает людей ко Христу и, собственно, служит Евангелию не только своими словами, но вот этими своими действиями. И в Десятой главе он развивает эту тему, что вообще-то быть тем, кто говорит правильные слова, «Ибо тем, кто им следует, это две разных вещи, и они всегда не совпадают». «Не хочу оставлять вас в невидении, братья, наши правоцы, ну, то есть иудеи или евреи, все были под сене облако, и все прошли через море. Все они приняли крещение во имя Моисея в облаке и в море». Имеется в виду исход из Египта, когда столб огненный, столб облачный ввел израильтян, и потом они перешли через море, это прообраз крещения, да, переход через воду для того, чтобы выйти в каком-то уже новом качестве, вот, не беглыми рабами, какими они вышли из Египта, а народом Божьим. Далее. «Все они ели одну и ту же духовную пищу». Имеется думанно в пустыне, и все пили духовное питье. Моисей там из скалы извел воду, то есть духовное в данном случае сверхъестественное, то, которое получено было необычным путем. Но вот все они это получили, да, и вы получили все крещения, и вы все участвуете в Евхаристии, наверное, подразумевает он, то есть получаете некую духовную пищу и духовное питье. «Они пили из скалы, которая сопровождала их, а эта скала есть Христос». Ну, вот здесь тоже такое образное выражение, что Христос – это скала, на которой основывается церковь, и, соответственно, вода из скалы – это вот то, чем поет Христос. Можно понять это как веру, а можно, наверное, увидеть в этом указание на нечто и христическое, то есть связанное с таинствами, с причащением. «Но ко многим из них Бог не благоволил, и оказались они распростертыми в пустыне». Большинство тех астралийцан, почти все, за двумя исключениями, кто вышел из Египта, остались в пустыне. Им это само по себе не помогло, только Иисус, Новин и Калев вошли. «Все это для нас и стало прообразом, чтобы мы не желали страстно зла, как это было с ними. Не становитесь идолопоклонниками, подобно некоторым из них, как написано, народ сел есть и пить, а потом начал веселиться». Ну, здесь описание различных историй, того, как на время странствий в пустыне израильтяне впадали в различные искушения, соответственно, вели себя не так, как должны были вести, и ничего хорошего из этого не получилось. «И блудить не станем, как некоторые из них пали в блуд, и в один день пало 23 тысячи». Тоже одна из историй, когда с мавитянками, с девушками из Муава, израильтяне ударились в разврат. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Тоже еще одна история. «Змеи в пустыне появились. И не ропщите, как некоторые из них стали роптать и пали жертвами губителя». Ну, вот ангел, который был послан. Здесь перечисляются все эти эпизоды. Вот толпа беглых рабов идет из Египта, но беглые раба, они такие люди своеобразные. Им, в общем-то, не до высоких материй. У них вот каникулы начались, они этим довольны. А потом им приходит в голову, что вообще-то как-то все нестабильно, непонятно, как завтра жить вообще, где еды взять, воды. И они начинают роптать, начинают возмущаться, начинают хотеть обратно в Египет. И вот это все мешает им войти в обетованную землю. Но это не только про них, это про всех. Все произошедшее с ними стало прообразом, то есть заранее предвосхищало то, что будет дальше, стало прообразом и было записано ради нашего вразумления. А при нас череда веков подходит к завершению. Вот то самое последнее время, когда уже Христос должен прийти, может быть, не завтра, не послезавтра, но мы живем в ожидании Его, поэтому мы в этом последнем времени. «И кто уверен, что стоит прочно, пусть остерегается, как бы ему ни пасть. Искушение, постигшее вас, обычно для людей. Бог верен и не позволит вам пережить искушение свыше ваших сил. При всяком искушении он даст и выход, чтобы его легко можно было перенести». Это очень важный принцип, что свыше меры, свыше сил Бог никого не искушает. И если есть что-то плохое, значит, есть силы это перенести. «А потому, возлюбленные мои, избегайте идолослужения. Обращаюсь к тем, кто понимает, сами рассудите, что я говорю. Значит, есть такие, которые не понимают, им и говорить, в общем-то, особо бесполезно. Ну, что поделать?» «Чаша благословения, та, над которой мы произносим благословение, разве не приобщает она нас к крови Христовой? И хлеб, который мы преломляем, разве не приобщает он нас к телу Христову?» Имеется в виду, конечно, Евхаристия, вот, трапеза воспоминаний о Тайной Вечере. «Хлеб единый, всемо единое тело, сколько бы нас не причащалось от единого хлеба». Ну, вот принцип, да, что Евхаристия – это центральное событие жизни Церкви, которое собирает, всех объединяет. И зачем же он здесь его вспоминает? Давайте посчитаем дальше, чтобы понять, потому что вроде как бы нелогично. Исход из Египта, израильтяне там погибли, потому что роптали, а мы все вместе вокруг Евхаристии собрались. Ну и что, и какая логика будет сейчас? «Посмотрите на тех, кто по плоти принадлежит к израильскому народу. Разве не все, кто вкушает жертвенное мясо, причастны жертвеннику?» То есть, ну, в ветхозаветном богослужении священники, левиты и те, кто участвует в богослужении, приносят свою жертву, они все вкушают жертвенное мясо. Вот уже похоже на Евхаристию. То есть, все собрались вместе, все принимают эту пищу. К чему я это говорю? Не к тому, что принесенное идолу в жертву или же сам идол что-то значит. Ну, и тут он переходит уже на язычников, да, то есть, что трапеза, которая есть Евхаристия для христиан, несовместима с какой-то идольской трапезой язычников. Но что это значит? Значит, если кто-то ест мясо, а мы это обсуждали в 8 главе, мясо, принесенное в жертву идолам, то он участник идольской какой-то богослужебной трапезы. Нет, нет, не об этом, говорит Павел. Но те, кто приносят такие жертвы, приносят их бесам, а не Богу. И я не хочу, чтобы вы приобщались к бесам. Не можете вы пить от чаши Господней, от бесовской чаши, не можете участвовать в трапезе Господней, в бесовской трапезе. Зачем дразнить Господа, разве мы сильнее его? Вот здесь он как бы возвращается к этой теме и говорит, да, конечно, ничего не значат на самом деле все эти идолы, но соучастие в языческих обрядах все-таки для вас неправильно, не потому что вы что-то плохое здесь делаете, а потому что те, кто это делают всерьез, они все-таки каким-то бесовским культом увлечены. Получается, вы к ним присоединяетесь. И есть вот прямая связь с тем, как выходят из Египта израильтяне, и часть из них тут же отпадает в язычество. Вот, оказывается, и в христианской церкви коринфской такое тоже могло быть, когда одновременно и христианское служение, и христианская евхаристия, и какие-то языческие обряды. И дальше он снова свой любимый принцип излагает, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидательно. И пусть каждый ищет пользу не для себя, а для другого важное дополнение, потому что мне полезно. Но мне полезно это, мне полезно то, а вы давайте обеспечите. Все, что продается на рынке, вот это самое мясо, которое, может быть, кто-то принес жертву идолам, зарезал барашка, часть сжег на алтаре Артемида, Афродиты, Зевса, а остальное на рынок понес, не пропадать же добро. Так вот, все, что продается на рынке, ешьте без расспросов и со спокойной совестью, ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Ну, то есть, всякая пища от Бога. Если позовет вас к себе кто из неверующих, и вы примете приглашение, ешьте все, что предложат без расспросов и со спокойной совестью. Не надо вот этого фанатичного разбирательства, где там что. Но если кто скажет вам, вот это было пожертвовано идолу, то не ешьте ради того, кто объявил ради спокойной совести. Ибо Господня земля и все, что наполняет ее. Имеется в виду, что вот выяснять, где там идола жертвенная, а где нет, не надо. Но если вам скажут, значит, от вас будут уже ждать жеста. Как он отнесется к пище, принесенной в жертву идолам? А, вот тогда откажитесь. Самому человеку не нужно это знать, это вторично, это не главное. Но если такая информация все-таки дана, то придется ее следовать. Я имею в виду совесть не самого человека, а совесть другого. То есть, кому-то покажется соблазнительным. Ты можешь есть все, потому что идол ничего не значит. Но кому-то это покажется отпадением язычества, ради него не делай этого. Я с благодарностью принимаю пищу, а тут меня станут бронить ровно за то, за что я сам благодарю. Этот принцип очень хороший – благодарю Бога. И если в результате этого происходит какой-то раздор, начинаются какие-то сомнения, вражда, то как я его мог благодарить? Тогда получается абсурдно благодарить Бога за то, что порождает скандал, раздор и вражду. Итак, едите ли вы, пьете ли, делаете ли что иное, делайте все во славу Божию. Пусть не будет от вас огорчений ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей, вообще никому. Понятно, церковь, да, вы сами церковь. Но и этим, которые с вами часто враждебны, и тем, которые тоже враждебны. Вот всем ничего плохого не делайте. Собственно, Павел себя привозил, пример, в 9 главе, в предыдущей. И там он говорил, я стал всем для всех, чтобы спасти хоть некоторых. Так и я угождаю всем, стремясь не к собственной пользе, но к тому, чтобы спаслось как можно больше людей. Вот важный принцип, потому что очень часто христиане, даже живя очень, казалось бы, благочестиво и праведно, ищут своей какой-то праведности. Вот самим им хочется выставить себя перед Богом в хорошем свете. А Павел говорит, да какая разница, кто я, важно, кто Христос. Вот моя задача привести людей, не оттолкнуть. Не тем, что я начну есть что-то, что, может быть, я и могу есть, но решат, что это идоложертвенно. Не тем, что я начну с вас брать деньги, там, какие-то еще материальные блага за проповедь. Вот ничем никого не хочу отталкивать. И вы так же живите, да? Редко получается, мало у кого. Редко получается, мало у кого.